Аким области Нурлан Уранхаев посетил социально значимые объекты Бороду Лихинского района и ознакомился с работой крестьянских хозяйств. К 177-летию Абая, 125-летию Мухтара Уэзова и 80-летию романа «Путь Абая» музей Невзоровых совместно с музеем Абая, библиотекой Абая реализовал проект созвучий великих. Ансамбль «Ара» из Алматинской области провел творческий вечер в семье. Коллектив поздравил семичан с обретением областного статуса. В девяти департаментах полиции Казахстана назначены новые заместители начальников передает полиция Киезет, в том числе заместителей начальника департамента полиции в области Абай. Перед назначением министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахмеджанов провел личное собеседование с каждым кандидатом. Глава ведомства на встрече с будущими руководителями определил обязанности на новой должности и напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных главой государства по остановлению нового Казахстана. На должность первого заместителя начальника департамента полиции области Абай назначен Перик Амангельда из департамента полиции Атравской области. Заместителями начальника департамента полиции области Абай назначены Нариман Кульдиков и Елдос Акимов из департамента Восточно-Казахстанской области. В завершении встречи глава МВД пожелал полицейским успехов на службе в новой должности. Аким области Нурлан Уранхаев посетил Бородулихинский район с рабочим визитом. Он также посетил социально значимые объекты района, ознакомился с работой крестьянских хозяйств, встретился с жителями Бородулихинского района и ответил на их вопросы. В ходе визита Нурлан Уранхаев ознакомился с работой крестьянского хозяйства Ейз Айтенов. Крестьянское хозяйство создано в 2001 году. Основное направление деятельности – животноводство, растениеводство и заготовка сельскохозяйственной продукции. В собственности крестьянского хозяйства находятся 12 тысяч гектаров земли. Молоко, сметана, масло, сыр, колбасные изделия, производимые здесь, известны всем жителям семьи. Сейчас находимся в роботизированной фирме. В первые годы здесь было 237 голов. В день мы получали 3,5 тысячи литров молока. В последние годы, после того, как фирма шведская стала, стали появляться проблемы. Нельзя ждать, пока сервис не приедет из Усть-Каменогорска. Если не доить коров каждый день, на второй день молоко не выходит. Так, из 237 голов осталось только 60. Владелец крестьянского хозяйства отметил, что во время работы приходится столкнуться с рядом трудностей. Одна из них – вакцинация против бруцеллеза. Каждый год все фермерские хозяйства страдают от этого инфекционного заболевания. Обязательно вакцинация против бруцеллеза. Каким только штампом крестьяне не работают. Мы вынуждены в этом году, вот буквально, провакцинировали штамп 8-20. Все будет. Потому что соседи горят. Ну ладно, соседи больших хозяйств закрылись, но люди последнюю корову сдают. Вот что страшное. Как кровь берут, выявляют. Кровь берут. Это очень страшно. Поэтому обязательно надо, чтобы вакцинация была. В Бородульхинском районе большое внимание уделяется спорту. Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Общая площадь спортивного объекта – 8685 квадратных метров. Площадь бассейна – 797,5 квадратных метров. Сейчас на объекте полным ходом идет строительство. Рабочая поездка Нурлана Уранхаева продолжилась встречей с жителями района. Собравшаяся общественность района подняла актуальные вопросы Бородулихи. Жители единогласно обратились к Акиму с просьбой обратить внимание на качество дорог в районе. У нас весной разрушил мост. И на подходе второй. Если осень будет сильный дождь, второй упадет. А весной тем более. К нам не может попасть ни скорая помощь, ни хлеб привезти. И все за этим следует. Поэтому хотел бы просить вас помочь нам в этом вопросе. Дорога плохая или неплохая, мы ездим. А вот мосты желательно бы сделать. Прошу решить вопрос строительства дороги села Краснояр, Девятка. Это вот давно такой острый вопрос стоит. Подвоз школьников, скорой помощи. Как Николай Иванович сказал. И зимой, каждую зиму бывает даже по 2-3 недели отрезают. Отрезают прямо цивилизации. Задувают так, что дороги нет. В ходе встречи с населением глава области подробно остановился на каждом вопросе и дал поручение ответственным специалистам отрасли. По дорожному вопросу сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Ознакомились со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, как мы говорим, ФОК. Он должен быть сдан до конца этого года. Затем в Барадульхе встретил все жителями района и ответил на их вопросы. Большая часть вопросов – это вопрос дороги. Качество дорог не выдерживает никакой критики. Если проекты будут готовы, то мы через министерство внесем их в бюджет следующего года. Глава области отметил, что все поднятые вопросы будут решены. Однако это не однодневная работа, поэтому работы будут выполняться поэтапно. С сентября этого года будет реализована цифровая карта семьи. Она позволит реализовать право на получение государственных гарантий и передает Казинформ. В частности, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дюсенова обсудила ход подготовки к запуску цифровой карты семьи с участием представителей Министерств внутренних дел и юстиции Акиматов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шумкент. По итогам совещания принято решение о пилотной реализации цифровой карты семьи по отдельным видам государственных гарантий с 1 сентября. Цифровая карта семьи – база семьи по государственным гарантиям. Она позволяет реализовать право каждой семьи на получение видов государственных гарантий в зависимости от уровня благосостояния. Например, семья, имеющая ребенка, недок стихшего одного года, имеет право на получение пособия по рождению ребенка. Семья, имеющая четырех и более несовершеннолетних детей, получает ежемесячное пособие до достижения ребенком в 18 лет. Семья, воспитывающая ребенка инвалида, может получить пособие по инвалидности. Таких примеров очень много. Внедрение цифровой карты семьи предполагает предоставление назначенных государством пособий в проактивном формате, то есть без ожидания заявления получателя, выплаты говорится в сообщении Минтруда. Что касается алгоритма работы цифровой карты семьи, то есть имеющей право на получение государственной гарантии, будет направлено СМС-сообщение от Министерства труда. В нем прописывается, что каждый гражданин может получить государственную гарантию. Кроме того, в СМС-сообщении гражданину предоставляется право согласиться или не согласиться на назначенные государственные гарантии в проактивном формате. Если гражданин согласен, то ему назначается пособие. После этого оплата поступает на счет получателя. Как сообщалось ранее, в стране разрабатывается цифровая карта семьи. Глава государства Касымжумар Токаев поручил правительству до конца года запустить цифровую карту семьи. Центр занятости населения в рамках проекта «Первое рабочее место» не только трудоустраивает молодежь без опыта работы, но также в рамках проекта «Контракт поколений» предоставляет им трудовой опыт путем наставничества со стороны работников, достигших пенсионного возраста. Также с июля текущего года реализуется проект «Серебряный возраст» для безработных лиц, достигших пенсионного возраста. Проект «Первое рабочее место» направлен на занятость молодежи в возрасте до 29 лет, не имеющих трудового стажа. По данным Центра занятости населения города, с начала года в рамках данного проекта трудоустроены 26 человек. Пришла в Центр занятости, устроится по молодежной практике, первое рабочее место. Меня направили в Жарковый Балашак как тренера-инструктора. Я там уже работаю три месяца, и мне там нравится с детьми работать особенно. Везде требуют стаж. По первому рабочему месту можно набрать этого стажа. Срок участия в проекте «Первое рабочее место» продлен с 12 до 18 месяцев по сравнению с прошлым годом. Размер заработной платы увеличен с 20 МРП до 30 МРП. Кроме того, в целях передачи опыта лиц предпенсионного возраста молодежи наставническим путем реализуется проект «Контакт поколений». Участниками проекта «Контакт поколений» являются выпускники высших учебных заведений, которые закончили обучение в течение двух лет и возраст которых не превышает 29 лет. В рамках проекта «Контакт поколений» за молодыми специалистами закрепляется наставник, которому до достижения пенсионного возраста осталось менее 6 месяцев. Новый проект Центра занятости населения под названием «Серебряный возраст» направлен на обеспечение занятости лиц, которым до пенсионного возраста осталось два года. Данный проект реализуется с юля текущего года. До конца года в рамках проекта планируется трудоустроить 132 человека. На эти цели из национального фонда выделено более 149 миллионов тенге. В проекте «Серебряный возраст» могут принять участие люди, которым до пенсионного возраста осталось два года. Срок участия в проекте – один год. Один год заработной платы выплачивает государство. На сегодняшний день мы работаем с тремя учреждениями. Направили в данное учреждение трех человек, которым до пенсионного возраста осталось два года. Для участия в проекте «Серебряный возраст» гражданам необходимо подать заявку в Центр занятости населения или через электронный портал. Все поступившие обращения будут рассматриваться от трех до десяти дней. С целью поздравить семейчан с обретением областного статуса 125-летием Мухтара Уэзова и 177-летием Абая в Семи прибыл ансамбль «Арай» из Алматинской области с концертом. По словам артистов ансамбля, они планировали приехать в Семи еще в 2020 году на 175-летие Абая. Но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса они не смогли осуществить задуманное. К слову, особенностью ансамбля является то, что коллектив ансамбля состоит только из ветеранов. В этом году, 10 августа, великому поэту Абая Кунанбаеву исполняется 177 лет. К тому же в этом году мы также отмечаем 125-летие Мухтара Уэзова, поэтому хочу поздравить всех семейчан с такими праздниками. На сцене городского дворца культуры ветераны ансамбля показали зрителям сценическую картину Абая Арманы. Мы, артисты Наурзбайского района Алматинской области, приехали сегодня в Семи, чтобы разделить радость жителями города. Сегодня мы будем петь и танцевать для наших зрителей и покажем картину Абая Арманы. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех семейчан с приобретением областного статуса, с днём Абая и со 125-летием Мухтара Уэзова. Желаю всем жителям города счастья, здоровья и благополучия. Отметим, что ансамбль «Арай» был создан еще 7 лет назад и уже успел покорить многих зрителей своими представлениями. К 177-летию Абая, 125-летию Мухтара Уэзова и 80-летию романа «Путь Абая» Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых совместно с Музеем Абая, библиотекой Абая реализовал проект «Созвучие великих». Данное мероприятие произвело особое впечатление у публики. Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых смог показать гармонию великих людей, организовав выставку, посвященную роману «Путь Абая». Директор музея Татьяна Астромская рассказала, что они являются ядром различных культурно-духовных мероприятий, а это очень необычно. Выставка «Путь Абая», объединившая трех великих личностей, состоит из редких изданий, иллюстративных произведений. На открытии выставки принял участие заместитель Акима области Абая Шалкар Байбеков, который отметил большой вклад в популяризацию наследия Абая. По мнению ученых, исторические события в романе считаются реальными, и только Ауэзов смог показать и раскрыть всю поэтическую способность великого философа, дарованную ему от Всевышнего. Рассматривая тему «Пути Абая», необходимо отметить еще одну личность, чье имя оказалось увековеченным, благодаря созданию циклов иллюстраций к роману. Это заслуженный дейтер Казахстана художник Евгений Матвеевич Сидоркин. Автор создал 16 линогравюр, состоящих из страничных и двухстраничных иллюстраций. Сегодняшняя выставка имеет свою специфику. Один поэт, один писатель, один художник. Все они в одной книге. Все трое являются для казахов великими личностями. Реалистичность романа «Пути Абая» можно увидеть в иллюстрациях. Эти уникальные произведения искусства удостойны государственной премии и других наград. Художник Сидоркин, родившийся в России и получивший образование в Москве, был сразу очарован казахской степью. И когда он приехал, он был заворожен природой, людьми, традициями. А когда он познакомился с произведением Мухтара Айза «Пути Абая», он увидел неиссякаемые возможности именно в графике. Он был график потрясающий, график, который занимает огромнейшее место в изобразительном искусстве Казахстана. И он не просто иллюстрировал то, что он прочитал, он пропустил через себя. И в каждом рисунке мы это ощущаем, потому что настолько они выразительны, настолько они правдивы. В этом году исполняется 80 лет роману «Пути Абая», переведенному на несколько исков народов мира. Мухтар Айзов, умудренный опытом писатель, осознавая свою глубокую ответственность перед историей, потратил почти 12 лет своей жизни на изучение и 30 лет на создание эпопеи. Возрождается футбольный клуб «Елемай». В связи с этим на стадионе «Спартак» легендарные футболисты Самат Смаков и Андрей Карпович встретились с общественностью города и провели пресс-конференцию. В мероприятии приняли участие Аким области Аббай Нурлан Ранхаев и исполнительный директор общественного фонда «Елемай» Талиухан Кулдыков. Семей – родина казахстанского футбола, поэтому возрождение футбольного клуба «Елемай» бесспорно порадовало всех семейских болельщиков, которые с удовольствием вспоминают былую славу футбольного клуба. В своем выступлении Аким области Нурлан Ранхаев отметил, что сейчас нужно привлечь спонсоров в оказании помощи. Возрождение общественного фонда «Елемай» является большим достижением для всех нас. Я думаю, что в скором времени спонсоры со всего Казахстана помогут нашим футболистам. На пресс-конференции также было отмечено, что членом общественного фонда сможет стать любой желающий, который хочет внести свой вклад в развитие любимой футбольной команды. Клуб участвовать сможет только на следующий год. Как говорили, чемпионат стартует в апреле. К этому времени, но уже в конце года, по-хорошему, уже должен быть создан штаб клуба. Уже должны быть несколько кандидатур, имея в виду главного тренера. И уже оттуда будет составлен рабочий план, те же сборы, составлен будет список. Отметим, что пресс-конференция прошла в режиме открытого микрофона. Болельщики выразили желание развивать добрые традиции, связанные с футбольной игрой, имеющей глубокую историю в области Абай и открыть новое дыхание футбольного клуба «Елемай». Ассель Айдар, Рустем Кайратулы, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. Внимание у депутатов Маслихата города Семей и жителей города. Внеочередная сессия Маслихата города Семей состоится 11 августа 2022 года в 10 часов утра в режиме конференц-связи с программой Zoom. Регистрация депутатов в 9.30 утра. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова